Здравствуйте, друзья. Вы на канале «Континент», я Елена Пригова, и сегодня у меня в гостях Михаил Лобовиков, которого представлять, я думаю, может, нет уже смысла. Впрочем, я напомню, Михаил Лобовиков у нас израильтянин, патриот, фианист, человек, который в профессии архитектор, хороший архитектор, хороший преподаватель архитектуры. И это человек, который организовал движение «Израиль-2030». Михаил, привет. Приветствую всех. Всем всего самого светлого и доброго из Тель-Авива. Очень хотелось бы, чтобы добро и свет был не только в Тель-Авиве, но и по всей израильской земле. Абсолютно. Без вот тех ран кровавых, которые сегодня есть. Чтобы Израиль был таким же целостным, каким он был до 1993 года. И любое принуждение к миру в обмен на территории заканчивается всегда печально. Это подтверждает историю Израиля. Сегодня, как никогда вспоминаешь, вот этот момент большого предательства еврейского народа, которые совершили, я их называю варвары, я их называю гиены, которые заставили Израиль сотворить то, что сотворили они в 1993 году. Сейчас идет продолжение всего этого. Продолжение на новой ступени, потому что альтернативы двум государствам нет. Мы с тобой сегодня, я думаю, поговорим о главном, о тех, кто спонсирует вот этот деструктиризм и кто спонсирует уничтожение Израиля. Последнее, что меня поразило, это прошлое воскресенье выступление Нияху по поводу одного вопроса. Кто проплачивает вот этот беспорядки, кто проплачивает вот эти плакаты, на которых он присутствует, кто проплачивает во время войны сопротивление правительству? Если это вопрос, то ответ на него займет всю эту передачу, плюс еще несколько, потому что список длинный, список богатый, список очень колоритный. Но давайте вернемся немножко в историю. Попытки сбросить Нитаниягу любой ценой, и цена здесь ключевое слово, начались очень давно. Сейчас я объясню, кстати, что я подразумеваю под фразой, под понятием, когда я говорю сбросить Нитаниягу. Так вот, это началось впервые 25 лет назад, в 1999 году, когда были выборы, на которые Нитаниягу пошел через три года после начала его первой каденции, когда его попытка реформ в израильском обществе натолкнулась на жесткое сопротивление бюрократического аппарата и так называемой левой элитой, которая поняла, что он серьезен в своих намерениях, и поэтому нужно его остановить любой ценой. Они выпустили против него Эуда Барака. И тогда мы впервые столкнулись с этой проблемой, когда на предвыборную кампанию выбрасываются колоссальные средства, которые давно переходят в допущенные законным рамки, которые ничем не учитываются, куда они расходуются, как они расходуются, наличными ли, или с каким-то подобием соблюдения формальностей. Мы видели, что творилось тогда, мы видели, какие средства вкладывались в то первое свержение Нитаниягу через огромное количество подставных организаций эффективных НКО. Кстати, тогда этой махиной отмывания денег и перевода этих денег на нужды политические и среди почвих руководил Ицхак Герцог, нынешний президент Израиля. Тогда он был ближайшим сторонником Эуда Барака. И когда его вызвали в полицию дать показания относительно этих всех средств, которые там закачивались на предвыборную кампанию Барака, Герцог деликатно промолчал. Он сохранял право на молчание, то есть он его использовал. И ничего не сказал, его отпустили с миром, все было дело было закрыто. Так никто и никогда не расследовал все денежные потоки, которые там шли на победу Барака. Барак стал до Беннета, он долго держал титул как самого бездарного и самого неудачного премьер-министра Израиля. Беннет потом у него отобрал эту корону, которую потом у Беннета отобрал Лапид. Но тогда вот началась эта вот, открылся этот сезон охоты на Нейтониагу, который продолжается до сих пор. Теперь, что я говорю, подразумевая свалить Нейтониагу? Нейтониагу здесь отговорка, это просто повод, это некий такая, некий фасад, за которым скрывается их ненависть ко всему правому, ко всему национальному, а сегодня уже и ко всему сионистскому. Они стремятся уничтожить правый лагерь, вырвать у него власть для реализации своих политических бредовых идей, которые начались, как ты правильно сказал, в 1993 году с так называемого плана ОСЛО, соглашений ОСЛО, когда мы отдавали на части нашей страны в обмен на мифический мир. Чем закончился этот мир, мы быстро поняли, потому что уже через два года после ОСЛО начали взрываться автобусы, которые разносили на клочья десятки израильтян каждый раз. Но это нас не остановило, мы продолжали биться головой об эту стену мира, принося все новые и новые жертвы на алтарь собственной глупости. И все это продолжалось до 4,5 месяцев назад, до этой страшной субботы, праздник Симхат-Тура, когда началась резня Хамаса и началась эта война, которую мы ведем сейчас. Но несмотря на все это, несмотря на эту страшную войну, которая так страшно началась и так тяжело идет сегодня, почти каждый день гибнут наши ребята в газе, нас обстреливают из Ливана, из Бала и поливают нас ракетным огнем. Мы, естественно, у зубы сдерживаемся, чтобы выбрать удобный момент для ответа. Сейчас, одну секунду. Ничего страшного. Но эта война, тем не менее, тоже достаточно абсурдна, потому что война ведется в двух направлениях. Идет на самом деле две войны. Одну войну ведет Израиль, тот, который понимает опасность, которая исходит из газа, которая исходит из Ливана, от Хизбаллы, которая исходит от палестинской автономии и Хамаса в Иудее и Самарии. Мы ведем войну с этими врагами, которые стремятся нас уничтожить. И в то же время внутри Израиля ведется внутренняя война. Есть те, для кого Хамас, очевидно, меньший враг, чем Нетаньягу, потому что они воюют с Нетаньягу, они продолжают воевать с правыми. И тем самым, всаживая нож в спину нашим солдатам, которые воюют в Газе, стремясь к новому расколу общества, и просто втягиваем его на нас во внутренний конфликт, который нас только ослабит в нашем состоянии войны с внешними врагами. Вот две войны, которые мы сейчас ведем. И то, что ты упомянула, это верхняя часть айсберга относительно того, кто вкладывает деньги и для чего их ведут, и для чего ведется эта война на эти деньги, она ведется на уничтожение Израиля, где техническими средствами используется борьба с Нетаньягу и их попытка дорваться до власти с тем, чтобы помочь врагу уничтожить Израиль. У меня вопрос возникает. Во время войны в Израиле есть вообще военное какое-то положение? Это вопрос, который меня все время беспокоит. Потому что когда во время войны перекрывается шоссе, главное шоссе, вот это Айлон, перекрывается, и это стратегическое шоссе, это стратегический объект, и это все уходит в никуда, и никто не наказан, и никто не арестован. Это та граница между свободой выступления, но во время войны это свобода. Шоссеция не должна существовать безнаказанной. Это уже не свобода, это покушение на свободу государства. Это вот те, ну можно назвать это пятой колонной. При всех благих их намерениях, что бы они ни говорили. Не можно это нужно назвать пятой колонной. Вот я это воспринимаю, я гражданка другой страны, но я это воспринимаю пятой колонной, которые уничтожают, потому что это стратегический объект. Айлон это стратегический объект. Все. Никаких «но». Каждый, кто вышел туда и перекрыл его, и не дал возможность движения, он преступник. Можем это вот рассматривать? И есть ли в Израиле силы, которые могут назвать вещи своими именами? Ну, дело не только в том, чтобы назвать вещи своими именами. Дело в том, чтобы пойти на процедуральные шаги и на то, чтобы наказать преступников на тех, кто нарушает законы, на тех, кто подвергает опасности, безопасность государства. Но для этого нужна юридическая система, которая хотя бы на бумаге солидарна с целями, для которых создано и существует это государство. А мы буквально два дня назад получили замечательное подтверждение тому, насколько нам необходима реформа судебной системы, когда мы закончим эту войну. Я думаю, что первое, к чему мы должны вернуться, это к реформе судебной системы, этого бюрократического коррумпированного спрута, который удушает нашу демократию и вообще угрожает существованию самой страны. Я объясню, что я имею в виду. Два дня назад была сделана попытка в Кнессити уволить оттуда депутата от коммунистической партии. Это в Израиле коммунистическая партия традиционно является арабской уже долгие годы, евреев там уже не осталось. Это антиизраильская, антисионистская коммунистическая зараза, которая от коммунизма там тоже уже мало что осталось. Это откровенная арабская националистическая группировка, которая во многом поддерживает террористов. И вот там у них есть один такой еврейский депутат, Офер Кассиев, который известен своими скандальными заявлениями против Израиля, против израильской армии, против израильских служб безопасности, против всего того, что нам дорого, что обеспечивает нам жизнь. И людей, которые рискуют своими жизнями для того, чтобы мы могли здесь жить спокойно. Человек, который обвиняется в том, что он нападал на полицейских, потому что он наносил оскорбления нашим солдатам. То, что он призывает к тому, чтобы Израиль осудили в Гааге. И фактически к тому, чтобы Израиль исчез, так вот, этот подонок является членом нашего Кнесета, получает от проклинаемого им сионистского государства хорошую зарплату, обходится израильскому налогоплательщику в миллионы шекелей. И была сделана попытка избавиться от него и, согласно израильским законам, вывести его из состава Кнесета. Так вот, на его защиту встала юридическая советница правительства, известная своими скандальными и непрофессиональными заявлениями, и сказала, что нет, она не видит никаких противоречий в его действиях, ничему, что противоречит закону, ничему, что противоречит нормам израильского общества. И поэтому она не понимает, почему нужно его из Кнесета убирать. Вот это стало, по-моему, новым символом дна, которое пробела эта юрисоветница, и вместе с ней вся юридическая система, которая позволяет этому подонку быть членом Кнесета, продолжать работать против наших солдат, получать за это наши хорошие деньги, и чувствовать себя в полной безнаказанности, потому что он знает, что его крышует наша юридическая система. Потому что если бы Кнесет бы его, да, выкинул оттуда, а его нужно спустить со всех лестниц и выкинуть наружу, то я думаю, что его бы мгновенно вернул бы Хамас, то есть его, хорошая оговорка, его бы мгновенно вернул Богац, и Хамас бы почувствовал, что он поддержал еще одну победу над нами, над нашим здравым смыслом, над тем, что удерживает нас здесь, и что, потому что это лишает нас возможности одержать победу над Хамасом. Вот конкретный пример того, что у нас происходит. Смотри, мы говорим о конкретном примере, а я почему-то вспомнила. Махмуд Аббас. Махмуд Аббас – это как реинкарнация Ясера Арафата, это два соратника, два человека, которые убивали евреев, их легитимизировали, международное общество. Даже в тот момент, когда этот человек, который преступник изначально, я говорю сейчас о Ясере Арафате, получает Нобелевскую премию мира, против этой Нобелевской премии мира не восстал Израиль, а нужно было восстать, потому что это плевок всему миру, когда бандит, убийца, на котором кровь чужого народа, он получает Нобелевскую премию мира. Махмуд Аббас сейчас легитимизирован, и с Махмудом Аббасом принуждают вести переговоры Израиля. Он бандит. И вот до тех пор, пока мы говорим о подмене понятий, вот будет продолжаться то, что продолжается. Это мое глубокое убеждение. С подонками, бандитами и убийцами не садятся на стул переговоров. Точно. Израиль вот садится с ними, не просто беседует, он надеется, что они будут честны. Они не будут честны. Они не могут быть честны. Они враги Израиля. Но я тебе скажу еще о других врагах Израиля, которые меня, вот лично, как гражданку США, очень возмущают. Сегодня демократы и евреи в Конгрессе США обратились к правительству Израиля о прекращении огня. Они сказали, что мы не поддерживаем терроризм, но против геноцида другого народа. Дальше они сказали, что перед Богом все равны. И вот тут у меня шок. Вспоминание Бога в контексте вот этого. А как же око за око? А как же зуб за зуб? Мы говорим сейчас о еврейской традиции. Как вот с этими демократами, которые всегда позиционируют евреи? Ну, я думаю, что эту ситуацию лучше всего описал Аллан Дершевиц в своем недавнем интервью, когда он открыто заявил о том, что администрация Байдена делает все для того, чтобы Израиль не победил в этой войне, а фактически победителем из нее вышел Хамас. То есть он открыто обвинил администрацию Байдена в поддержке Хамаса. И если мы посмотрим на то, что происходит, когда мы ведем войну за выживание, мы ведем войну не потому, что нам что-то захотелось, не потому, что нам что-то не понравилось, не потому, что что-то пошло не так, а потому, что все пошло не так вокруг нас, и мы находимся перед банальной угрозой физического уничтожения Израиля и его исчезновения как государства и вместе с ним как исчезновения еврейского народа. И даже в Израиле многие еще до сих пор до конца не поняли, что это та угроза, перед которой мы стоим, в то время как прогрессивное человечество очень быстро это объяснило для себя, поняло это и обрадовалось, потому что вот наконец-то можно решить еврейский вопрос, а мы все прекрасно знаем, что голубая мечта любого антисемита о уничтожении Израиля, потому что с уничтожением Израиля еврейский народ скорее всего исчезнет. И это накладывает на нас, израильтя, на тех, кто действительно понимает эту опасность, для тех, кому дорого будущее нашей страны, колоссальную ответственность, потому что мы не можем допустить никакой ошибки, а нам достаточно будет одной ошибки. Как говорила Гольда Мейер, когда на Ближнем Востоке арабы сложат оружие, на Ближнем Востоке не будет войн. А если на Ближнем Востоке Израиль сложит оружие, то на Ближнем Востоке не будет Израиля. Поэтому мы должны это понимать. И когда мы видим то, что происходит, когда мы видим, как нас принуждают к тому, чтобы мы проиграли и сдались на милость врагу, которого мы уже фактически уничтожили, это вызывает очень много вопросов относительно того, на чьей стороне Байден, на чьей стороне его администрация. Ну, если у кого-то эти вопросы еще остались. Потому что когда в критический момент этой войны они вытаскивают этот чудовищный план двух государств, то есть раздела нашей страны и создание на нашей территории еще одного арабского государства. Кстати, знаешь, интересный вопрос. Я все время хочу его задать. И сейчас это очень удобный случай. Когда они говорят, когда они пытаются нам всучить или впарить, или втюрить, или не знаю, как-то назвать эту бредовую идею двух государств, они опять же там следуют продолжение, два государства для двух народов. То есть имеется в виду, что в каждом государстве будет один народ. Так вот у меня вопрос. Если подразумевает ли этот план переселение всех израильских арабов в это арабское государство, или же израильские арабы должны продолжать оставаться жителями государства Израиля, пользоваться всеми ништяками, на которые они нас доят. Если речь идет о том, что мы действительно говорим о справедливом решении, и все арабские жители Израиля должны будут свалить в это арабское государство, давайте озвучить эту идею. Давайте мы обсудим этот принцип и выясним, может быть, как мы его применяем, если вы подняли уже, если вы согласны, что должно быть разделение двух народов. Давайте мы обсудим этот вариант и подумаем, как мы действительно разделяем два народа, чтобы прекратить этот конфликт, который нам навязали арабы, который они нам навязывают уже последние 120 лет. А именно столько длится арабо-израильский конфликт, арабо-еврейский конфликт, который начали арабы. Более чем 120 лет назад. Давайте разберемся, как мы наконец разводим дерущиеся стороны и где эти дерущиеся стороны в итоге оказываются географические. Давайте обсудим это. Но поскольку никто не хочет это обсуждать, поскольку всем понятно, что это такая примитивная двухходовка, что создание два государства, двухходовка, в течение этих двухходов Израиль исчезает. И поскольку мы это тоже понимаем, то этого никогда не произойдет. Мы не допустим этого, чтобы это произошло. Я сделаю все для того, чтобы никакого еще одного арабского государства не возникло на территории нашей страны, на которой должны жить мои дети и внуки. Так вот, то, что США предлагает сейчас этот план, говорит о том, что они не заинтересованы в нашей победе, они не заинтересованы справедливости, они не готовы признать наши права и вопросы нашей безопасности. И пусть тогда они прямо скажут, на чьей они стороне. Пусть они скажут, что они поддерживают Хамас, пусть они скажут, что они поддерживают террористический режим Абумазана, пусть они скажут, что они поддерживают бандитскую группировку Хизбалла, которая содержится и тренируется и управляется Ираном. Пусть они скажут, что они поддерживают Иран вместе с его ядерной программой. После того, как мы видели, что Байден сделал с Афганистаном, сдав его Талибану. Давайте, ребята, будьте честны, идите до конца, скажите нам всю правду, чтобы не догадывались сами и чтобы мы не видели на самом деле, кого вы поддерживаете. Михаил, вот смотри, ты говоришь сейчас о позиции Байдена. Вместе с тем, представители Америки в организации Дневных Наций, Совете Безопасности, они вчера просто вето наложили на те резолюции, которые предлагали именно Совет Безопасности. Речь шла о прекращении огня, о прекращении огня. Великобритания воздержалась, в Соединенные Штаты Америки видовали это все. То есть они, с одной стороны, не прекращают огонь и поддерживают непрекращение огня, с другой стороны, они говорят о геноциде и катастрофе. И с третьей стороны, самая главная организация Дневных Наций, чётко дала понять, что они не называют ХАМАС террористической организацией. И вот как мы тогда можем о чём-то говорить, если Организация Дневных Наций не признаёт бандитское террористическое формирование именно тем, чем оно есть? Они прекрасно знают, что вот те данные, которые даются, исходят от Министерства здравоохранения, это ХАМАС даёт, они уже прокололись на УНРВА, на Бапоре. Они уже прокололись, потому что уже доказано, что это вот та организация, которая непосредственно участвует в террористических актах. Уже доказано, что деньги, Бапор, находятся непосредственно вот в этих каналах, внутри, в тоннелях, это ХАМАС выбирает эти деньги. То есть что должно ещё произойти, чтобы стало очевидным для всего мира? Потому что у нас получается, знаешь как, здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем. Вот это классический пример двойных стандартов. И вместе с тем армия обороны Израиля вчера провела операцию в Центральном банке газа, обнаружила более миллиарда шекелей, то есть 250 миллионов денег, которые принадлежат НИИ, которые украдены эти деньги. Это в банке в ХАМ-Юнисе проводили вот эту спецоперацию. И каждый раз эти деньги, они есть, они находят, но эти деньги не отдают на гуманитарные нужды. Как быть вот в этой ситуации? Гуманитарные нужды, ты имеешь в виду жителей газа? Ну, всё равно надо же как-то кормить чем-то, что-то. Но там же есть и не только... Зачем их кормить? Зачем их кормить? У нас жители, гуманитарные нужды жителей газа не интересуют никого. Но в первую очередь ХАМАС и всех друзей, всех друзей газа. Всё это кодло, которое бегает и кричит лозунги за газу и за Палестину, никому неизвестную, их не интересуют жители газа. Их не интересует то, что там находится диктатура, которая уничтожает людей, которая преследует женщин. Там идёт массовое насилие женщин, там уничтожают и убивают зверским образом в средневековом абсолютно представители ЛГБТ-сообщества. Там нарушаются права человека. Я не слышал ни одного правозащитника в мире, который бы выступил в защиту нарушения прав ЛГБТ-сообщества хотя бы в одной мусульманской стране. То, что их вешают гроздьями в Иране каждый день, это тоже нормально, об этом все молчат. То, что там насилуют, убивают женщин, это тоже нормально. Никого, ни одной женской организации это не интересует. Как их, кстати, не интересовали зверские убийства, изнасилование израильтянок Хамасом 7 октября, когда мы пытались, представители Израиля пытались обсуждать эти вопросы с представителями так называемых женских организаций во всем мире. Они делали всё для того, чтобы этот вопрос нигде не поднимался и нигде не обсуждался, потому что как же так? Хамасники это справедливые борцы за замечательное будущее великого палестинского народа, а не насильники женщин, детей и мужчин тоже. И поэтому двойные стандарты мы видим давно. Я уже не говорю о том, что вообще, в принципе, весь этот палестинский вопрос это то, как взяли в заложники огромное количество населения. Я не буду говорить палестинский народ, потому что палестинского народа не существует. Я говорю, арабы – жители эра Цесраэль. Так вот, там, кстати, многие из них даже не арабы, этнические. Но, хорошо, взяли вот всех этих людей и превратили их в заложников борьбы всего мира с Израилем. Точно так же ты упомянула УНР, ты упомянула этот Бакор, это организация, которая поддерживает палестинский террор, террор Хамаса. И многие работники к этой организации «Жители Газа» принимали участие в резине 7 октября. Никто даже толком за это не извинился, никто толком даже это не признал. И они продолжают отнекиваться и говорить, нет, это не мы, это мы вообще-то замечательная гуманитарная организация, которая все делает на благо «Жителей Газа». Ну, неважно. То, что, как известно, про них, знаешь, есть замечательное выражение, что он никогда не был пойман говорящим правду. Это вот про них. Так вот, когда мы видим, как они используются в качестве заложников ненависти всего мира к Израилю, и этот Бапор, эта организация УНРА получает колоссальные средства на борьбу этих самых террористов с Израилем, в то время как другая организация ООН, менее известная, занимается всеми остальными беженцами во всем мире, и до них тоже никому нет дела, потому что все сфокусированы на этих несчастных палестинцах, реальная жизнь которых тоже, кстати, никого не интересует. Кстати, живут они совсем неплохо, они живут очень хорошо. Когда вам рассказывают о палестинских беженцах, которые ютились в Газе в тяжелых условиях, это все сказки. Я был в Газе, я видел прекрасно, как они там жили, какие там дома, какая там отделка, как там они прекрасно жили, там не было никакой тесноты, там хорошие широкие пляжи с гостиницами, со свадебными залами, с ресторанами на берегу. То, что они могли из этого превратить в Сингапур или французскую ривьеру, и этого не сделали, это другой вопрос. Но тяжелой жизни там в Газе никогда не было, они жили очень хорошо, особенно те, кто воровал деньги, которые средобольные и полезные идиоты всего мира жертвовали на борьбу Хамаса с израильской оккупацией. Как эти деньги воровались и распиливались, мы тоже видели, ты говорила про полмиллиарда шекелей, которые нашли в палестинском банке. Это только одна из находок тех денег, которые оттуда мы достаем, которые лежали, хранились и могли пойти на более полезные дела, чем братье тоннелей, ну, неважно. Но совсем недавно, неделю назад нашли, наш спецназ добрался до одного из бункеров, где скрывался Синвар, главарь Хамаса. Наши ребята туда ворвались буквально через несколько минут после того, как ему удалось бежать, то есть ему удалось оттуда вырваться в последний момент. Нашли еще теплые стаканы с чаем, которые там стояли. Ну и среди прочего нашли там сейф, в котором лежали бесконечные пачки с деньгами. Там было несколько десятков миллионов долларов в разной валюте. И внутри сейфа, а снаружи сейфа, он был заставлен бутылками с дорогими духами и одеколонами, которыми этот борец за правое дело любил, очевидно, себя умощать и ублажать. Поэтому они все любят хорошую жизнь, они все любят хорошо пожить на широкую ногу. А людей, которые их окружают, простых жителей газа, они используют просто как пушечное мясо этого бизнеса борьбы с Израилем. Нужно понимать, там нет никому никакого дела до создания никакого государства. Даже если Байден весь изойдет и все остальные якобы миротворцы просто вылезут из кожи, чтобы создать это второе государство, для арабов никто его не будет создавать, потому что тогда, скажем так, им придется признать, что конфликт окончен, тогда все потеряют к ним интерес, прекратятся денежные потоки, будет нечего воровать, нечего пилить. И поэтому эта война по их планам никогда не закончится. И, может быть, я допущу, что именно поэтому Байдену было сейчас выгодно наложить вето на резолюцию ООН о прекращении огня, потому что ему не выгодно, чтобы огонь прекращался. Потому что состояние войны, состояние разделения двух сторон всегда приводит к тому, что гораздо удобнее властвовать, по принципу разделяя и властвовать, всегда удобнее управлять этой ситуацией, вертеть ее в нужную сторону. И главное сделать так, чтобы эта война никогда не закончилась. Единственная сторона, которая хочет прекращения войны, это мы. Михаил, Байден пытается говорить с Израилем языком ультиматума. Мы видим тот конфликт, который произошел между президентом США и Матвея. Мы видим, этот конфликт можно называть как угодно. Они не находят общий язык, потому что у них разные задачи. Израиль предъявил Хамасу ультиматум по поводу заложников. Это очень серьезный, мне кажется, ультиматум. Он был предъявлен баниганцем. Там было произнесено, мир должен знать, лидеры Хамаса должны знать, если к Рамадану наших заложников не будет дома, боевые действия продолжатся повсюду, включая район Рафаха. И как ты считаешь, вот этот ультиматум, я, например, могу поддержать вот эту идею до тех пор, пока Израиль будет садиться за стол в переговорах или еще что-то, ничего не произойдет. Только языковому ультиматуму. Но речь идет о том, что если они не пойдут на это, что будет тогда? Мы воюем. Мы воюем, мы ведем войну за самую главную цель, которую мы должны четко проговорить и декларировать, в первую очередь, самим себе, но и всему миру. Главной целью этой войны является не только уничтожение Хамаса, не только освобождение наших заложников, не только восстановление нашего контроля на территории сектора газа, и чтобы там больше оттуда никогда ничего нам не угрожало. Война, которую мы ведем, и я это говорил, я это буду повторять при каждом данном случае, потому что я верю, что это является нашей главной целью, это то, что мы отныне перестаем реагировать, перестаем вестись, идти на поводу у тех, кто хочет нас уничтожить, те, кто навязывает нам свою политику, свою адженду, те, кто ставит нас в зависимость от их прихотей. И я считаю, что главная цель этой войны, что мы должны сами начать сейчас навязывать свои интересы нашим врагам в первую очередь и нашим союзникам в том числе. Мы должны опережать их на шаг, мы должны сейчас проявлять инициативу, они должны сейчас реагировать и метаться, и понять, и просыпаться в три часа ночи в холодном поту, не понимая, что их ожидает от нас утром, потому что только тогда мы сможем добиться наших целей, только тогда мы сможем обеспечить безопасность наших людей, только тогда мы будем знать, что наши дети будут жить здесь спокойно еще все следующие поколения, только так мы сможем вернуть заложников, и только так мы сможем добиться спокойной жизни для всех нас, и, кстати, для многих народов, которые нас окружают, и настоящих народов. Я не говорю о так называемых палестинцах, я говорю о народах тех стран, которые находятся вокруг нас, и с многими из них мы уже добились того или иного состояния мира или отсутствия войны, и добились с помощью своей силы, и поэтому мы должны выйти на следующий уровень утверждения наших приоритетов, нашего превосходства и нашего контроля над ситуацией, который должен быть в наших руках. Если это произойдет, если мы этого добьемся, тогда появятся шансы, что на мирном, на Ближнем Востоке... Еще раз у меня проблемы, я извиняюсь. Ничего страшного, мы понимаем все проблемы. И тогда на Ближнем Востоке начнется более спокойная жизнь, я не буду повторять эти заявления про мир или не мир, мир вообще это бредовая идея. И когда мне покажут какую-то модель мира где-либо, я буду готов проверить, как мы можем этот мир реализовать. Поэтому давайте оставим эти розовые сопли про мир, будем говорить про то, что должно быть отсутствие войны, должно быть уважение прав другой стороны, и должно быть понимание того, что произойдет, если снова кто-то захочет пойти на нас войной. Натаньяху поддержал Бен Гвира в ограничении доступа палестинцев в Крамовой горе во время Рамадана. Я понимаю все благие намерения пустить только, допустим, людей после 60 и до 10 лет, а всех остальных не пустить. Но в данном случае здесь идет конфликт уже между Израилем и мусульманским миром. Как быть? Потому что Храмовая гора находится в Израиле, но это святыня мусульман. Там. Значит, сейчас идет, ну как сказать, сейчас очень такая дилемма стоит, серьезная. Эта реакция будет уже всего мира. Можно ли это сделать таким образом, чтобы мир понял, почему это происходит? Потому что Бен Гвир все-таки министр национальной безопасности, и он отвечает за безопасность Израиля. все ситуации, связанные с Антифадой, начинались с Храмовой горы. Как быть? Во-первых, не все ситуации начинались с Храмовой горы. Храмовая гора – это, конечно, важное место для мусульман, но, тем не менее, это святыня в первую очередь для нас, для евреев, и затем для христиан, и затем для мусульман. Кстати, они говорят, что там есть такой тренд в арабской пропаганде, что там находится мечеть Алякца. Алякца – это крайняя мечеть. Есть такая легенда в исламе о некой крайней мечети, куда Мухаммад отправился. Так вот, согласно всем данным, всем показателям, крайней мечетью является не мечеть в Иерусалиме, а совсем другая мечеть в Саудовской Аравии. Это известный исторический факт, когда на самой заре ислама произошел, конечно же, конфликт между мусульманами, которые должны были воевать, конечно, с неверными, но чуть-чуть больше воевали друг с другом, как они это и сейчас делают успешно. И некоторых мусульман не допускали. Там разделилось на тех мусульман, которые жили на Аравийском полуострове, мусульмане, которые жили в районе Дамаска и других местах. Так вот, многих мусульман не пускали на территорию Аравийского полуострова в район Мекки и Медины. И тогда, чтобы как-то решить эту проблему и как-то устроить, решить этот вопрос соперничества двух разных мусульманских тусовок, если не ошибаюсь, правитель Сирии, правитель Дамаска и объявил эту мечеть в Иерусалиме, используя уже готовую инфраструктуру, готовые фасилити в Иерусалиме, объявил эту мечеть мечетью Алякса. Это было политико-туристическое решение на тот момент. Никого потом Иерусалим никогда не интересовал. Я только напомню, что в Иерусалиме никогда не было никакой столицы ни одного исламского государства. когда было исламское правление в Эрац-Исраэль, то столица находилась в городе Рамла. А в Иерусалиме? Иерусалим никого особо не интересовал, как их тогда особо не интересовала и эта самая мечеть, которая там есть. Это все политический вопрос, который был раздут в начале 20 века, когда началась борьба борьба арабского национализма с сионизмом, которая превратилась в арабо-израильскую, арабо-еврейскую войну. Поэтому относительно... Мы не спорим, а то мы... Не важно, где была какая там у них мечеть. Они говорят, что им это место важно. Ради Бога. Мы соблюдаем правила мусульман, мы соблюдаем правила всех конфессий и их намерения, их чаяния, их... Если они уважают это место, считают его своей святыней, ради Бога, уважайте, почитайте, приходите туда молиться без проблем. Но когда вы приходите туда, размахивая палками и выламывая там камни и строя там баррикады и атакуя там израильских полицейских и закидывая камнями евреев, которые молятся внизу у стены плача, и превращают святыню в плацдарм для начала террористических атак, то это так работать не будет, ребята. Ни одна святыня, ни одна религиозная святыня ни в одном месте мира не используется как военная площадка, как военные фасильты. Почему-то все это уважают, все уважают, все ценят свои святыни, кроме мусульма. У мусульман нет никакой проблемы превратить мечеть в военную базу, превратить мечеть в площадку для запуска ракет, и все их чтят, все чтят деликатность религиозных святынь, кроме самих мусульман. Кроме самих мусульман. И, кстати, заканчивая вопрос о святости, это еще честно твой вопрос, относительно храмовой горы, я только добавлю еще, сделаю еще одну ремарку, чтобы все это понимали. Единственная страна мира, тем более страна на Ближнем Востоке, где мусульмане чувствуют себя в полной безопасности, где уважают их религиозные права, это Израиль. Ни в одной стране мира к мусульманам нет такого отношения, как в Израиле, и ни в одной стране мира мусульмане не имеют такой религиозной свободы, как в Израиле. Поэтому не надо говорить о том, как Израиль нарушает чьи-либо права. Единственное место в мире, где арабы живут при демократии, это Израиль. Поэтому давайте называть вещи своим именем. То, что касается Иерусалима, то, что касается Рамадана, то, что касается храмовой горы, это наша суверенная территория, на которой распространяются израильские законы, и поэтому мы будем делать все для того, чтобы законы соблюдались, потому что закон – это закон, и перед законом равны все. И если кто-то хочет прийти молиться на храмовую гору, ради Бога, если кто-то хочет прийти туда устраивать провокации, его ноги там не будет. В последнее время очень часто звучит рафах в контексте военного, в контексте прохода самого южного, который существует. С севера там Израиль, на юге там Египет, который построил огромную стену. Я смотрю на эту прекрасную стену и думаю, почему такую стену не может построить Америка на своей южной границе. Но Египет построил фратификационное просто сооружение, которым можно обладировать. И Египет это та страна из арабского мира, которая точно так же, как все остальные страны арабского мира не хотят у себя видеть палестинцев. Я называю их палестинцами, но мы понимаем, о чем мы говорим. Точно так же, как и Ордания не хочет видеть, точно так же, как Ливан и все остальные государства. И постоянно мы видим, как вот Израиль дает удары по Ливану, по Хизбалле, а Хизбалла продолжает атаковать Израиль. И вот в состоянии войны на всех фронтах мы слышим Рафах. Вот что там сейчас происходит, почему это так важно понимать, что это такое. Это Рафех, это правильное название этого места. По-русски, ты понимаешь, можно Рафеха... Я понимаю, да, я понимаю, но я знаю, как все это называют, но правильное название это Рафех. Это последнее гнездо террора Хамаса, до которого мы еще не добрались и не начали его зачистку. Это должно произойти, там скрывается огромное количество этих самых бескомпромиссных борцов с израильским гнетом и с израильской оккупацией, которые, переодевшись в гражданской одежды, бежали вместе с населением, они там прячутся под защитой ООН, прячутся там в госпиталях, прячутся там в школах. Мы знаем, где они сидят и мы придем туда их выкуривать и уничтожать, потому что целью этой войны является, среди прочего, как я уже сказал, физическое уничтожение Хамаса до последнего боевика. И они прекрасно это знают, и они должны знать, что мы туда придем. и они будут зачищены, это вопрос времени, это вопрос нашей безопасности, это никуда нам от этого не уйти, и никуда им от этого не уйти. И сколько бы Сенуар не бегал по своим туннелям и не прятался от нашего спецназа, он понимает, что в этой ситуации он загнанная в паршивая крыса, которую мы найдем и прикончим, это ему понятно, это понятно всем остальным, и это должно быть понятно всем, кто называет нас нашими союзниками, нашими друзьями, и делает вид, что поддерживает нас с тем или иным в той или иной форме. То, что приведет к окончанию этой войны, то, что приведет к уничтожению Хамаса и избавлению всего мира, в том числе многих арабов, которые сами страдают от того, что они находятся под Хамасом, это то, что мы победим, то, что нам дадут победить, то, что мы сможем довести все это до конца и сможем зачистить весь этот рассадник заразы, которые мы сами здесь во многом развели 30 лет назад в Осло с подачей администрации Клинтона, и мы должны перевести наконец-то стрелки, мы должны выйти из этого замкнутого круга бессмысленного насилия, которое было тогда 30 лет назад, мы должны навести порядок вычислить все эти авгиевые конюшни собственного идиотизма, собственной наивности и изрядной доли нечисто плотности коррупции и беспринципности тех, кто делает на этом деньги во всем мире, мы должны положить этому конец, сказать, что это легко, сказать, что это достижимо прямо сейчас, нет, мы понимаем, что это тяжелейшая задача, что она займет много времени, но у нас нет другого выбора, кроме как идти всю эту дорогу в течение всего этого времени при той цене, которую нам это стоит, когда гибнут наши лучшие ребята, к сожалению, они платят своими жизнями за наши во многом ошибки прошлого, но эти ошибки нужно исправлять, эту нечисть нужно уничтожать, эту грязь нужно выметать, эту проблему нужно решать, и у нас нет другого выбора, и нам придется идти до конца. У меня последний вопрос, перед последний, очень короткий, какое количество израильтян говорят по-русски, и сколько израильтян слушает 9 канал? Есть более миллиона двухсот тысяч израильтян, которые говорят по-русски, сколько из них слушает 9 канал, я не знаю, я думаю, что немного. Есть огромное количество медийных источников на русском языке, которые, к сожалению, больше заняты своим рейтингом, и не тем, чтобы они подавали достоверную информацию своим служителям, заняты своей прибылью и получением своих доходов, но это извечная проблема прессы, извечная проблема СМИ, но действительно, отвечая коротко на твой вопрос, последний, относительно русскоязычной общины Израиля, она во многом должна повлиять на будущее страны, на ближайших выборах, которые произойдут, я надеюсь, в срок, и мы раньше русскоязычная община была не так активна, она была не так вовлечена в жизнь израильского общества, процент голосования русскоязычных израильсов всегда был меньше, чем у остального населения, поэтому сейчас это должно поменяться, я думаю, это поменяется, я думаю, что мы должны многое решить для себя, и обращаюсь сейчас к русскоязычным израильтянам, которые смотрят этот эфир, будущее страны в наших руках, мы не можем продолжать быть безучастными, мы должны разобраться с тем, что происходит, мы должны сделать свои выводы, и мы должны помочь решить проблему отсутствия нашей безопасности, победы над нашим врагом, и определение нашей судьбы своими собственными силами, в первую очередь, это в наших руках, и мы должны принять в этом участие, как граждане Израиля, как часть этой страны, потому что мы все один народ, и, как говорит последняя строчка нашего гимна, который я всегда заканчиваю свои статьи и свои выступления, мы должны сделать все для того, чтобы быть свободным народом в своей стране. И это уже самый последний вопрос. Учитывая международную изоляцию практически Израиля, учитывая, что у Израиля нет союзников, исключительно одни противники, принуждающие Израиль к миру, это значит принуждающие Израиль к уничтожению, самоуничтожению. Сможет ли Израиль в одиночестве противостоять всем этим силам? Это вопрос, который тянет на целую передачу, я с удовольствием его с тобой обсужу, сейчас действительно мне нужно закругляться, к сожалению. Израиль победит, у нас нет другого выбора, кроме как победить, и израильский и еврейский народ будет существовать вечно. Это исторический факт, и все, кто хочет нас уничтожить, должны понимать, что этого никогда не произойдет, мы всех переживем. Как, какой ценой, это уже другой вопрос, и я буду рад с тобой это обсудить в следующий раз, это хорошая, интересная тема, всегда к твоим услугам, и давай посудим этому следующую передачу. тогда я тебе хочу просто напомнить, что Давид всегда побеждает Голиафа. И вот когда мы об этом говорим, для меня это свято, потому что это и естественно. Давид всегда побеждает Голиафа. Амыс Рейхай. Спасибо тебе, Михаил. Спасибо. Амыс Рейхай. Михаил Лобовиков. Вы на канале Континент. Мы будем продолжать наши разговоры на эту тему, потому что очень важно достучаться до каждого. Очень важно, чтобы все понимали, что происходит в Израиле и в мире. Всех благ. До свидания. Продолжение следует...